Привет, друзья! Сегодня мы отвечаем ещё на один очень интересный вопрос. Будем вместе исследовать, будем вместе изучать, будем вместе размышлять. Значит, вопрос прозвучал такой. В течение многих веков Библия переписывалась и переводилась. Откуда теперь мы знаем, что современный текст Библии не искажён и соответствует первоисточнику, оригиналу Библии? Согласитесь, это очень важно, потому что если то, что мы читаем, если мы читаем Писание и там всё неправда, или основное написано неправда, кем-то придумано или переписано, искажено, даже если было правдой, то, согласитесь, это, мягко говоря, нас бы расстроило. Ну вот, мы будем сейчас, друзья, изучать, так что приготовьтесь, молитесь, пусть вас Бог коснётся и откроет вам истину, которая действительно подтверждает то, что Библия в том виде, в котором она сейчас есть, это истина, и ошибок там нет. Глобальных ошибок, я имею в виду, ошибок, которые искажают весь смысл текста, там нет. Но мы сейчас изучим. Ещё такой момент я хочу сказать. Друзья, если вы действительно искренне ищете Бога, вы его обязательно найдёте, он от вас не будет в кустах прятаться. То есть вы обязательно его найдёте, и он вам обязательно откроется. Это я вам говорю со стопроцентной гарантией. Кто ищет Бога, тот обязательно будет копать, тот будет, прочитает, он изучит, он пойдёт в библиотеку, он поговорит с учёными, он войдёт в форум, начнёт общаться с людьми, кто хочет действительно докопаться до истины, познать истину. Потому что я, например, пришёл к Богу, мне не нужно было доказывать истинность. Я знал, что это истина. Потом, когда в библейском колледже я учился, мне об этом рассказали и показали, что Библия в том виде, вот синодальный перевод, которым все мы пользуемся, я больше чем уверен, что у вас в доме, даже если вы неверующий человек, есть несколько Библий, есть и Новый Завет, и Ветхий Завет, который вы, скорее всего, надето у вас пылится на полке, вы даже не открывали. Так вот, в том виде, в котором она дошла до нас, в синодальном переводе, это правда, всё, что там написано, это правда и это истина. Так что можем на неё полагаться, открывать и читать. Значит, в истории, даже в недавней истории, которая была, были люди, которые хотели доказать, опровергнуть истинность Писания, что она лживая, да, то есть они хотели доказать, что Писание неправдиво. Был такой, вот можете изучить, Джош Макдауэлл, американец, который, ну он учёный, он там лингвист, он изучал тексты Писания, и в итоге пришёл к выводу, что это истина, и он уверовал. Он уверовал, он сейчас стал верующим, он сейчас читает семинары, и он был знаком ещё в начале 90-х, когда он приезжал вот сюда, к нам в славянский мир и проповедовал, и рассказывал об этом. Он написал очень много книг. Я рекомендую почитать его книгу, потому что он хотел доказать лживость Писания и пришёл к обратному. И он там рассказывает, как он к этому пришёл. Во-первых, он хотел доказать, опровергнуть воскресение Христа, что Христос не воскрес. И, во-вторых, он хотел доказать, что тексты Священного Писания не есть истина. Вот. И запомните, запишите себе где-то и купите его книги, или же где-то прочитайте онлайн, если найдёте. Джош Макдауэлл. Джош Макдауэлл. Это человек, который был атеистом, причём страшным атеистом, который надсмехался над верующими. И он сам решил докопаться до истины. Он начал изучать тексты Священного Писания. Он хотел доказать неправду воскресения Христа. И в итоге пришёл к обратному. И эти доказательства в пользу воскресения Христа и истиности Писания он приводит в своих книгах, друзья. Так что почитайте его книги. Есть книга «Неоспоримые свидетельства». Есть книга «Не просто плотник». По-моему, он же написал. Есть книга «Доказательства воскресения». Друзья, купите, приобретите, не пожалейте денег. И он начинал как атеист. И те атеисты, которые сейчас пытаются тоже изучать, он уже весь путь прошёл, он это всё изучил. Поэтому купите его книги. Или почитайте онлайн, найдите, не знаю. И почитайте. «Доказательства воскресения. Не просто плотник». И «Неоспоримые свидетельства». Это Джош Макдаул. Это только то, что я вот сейчас помню. А у него ещё на самом деле очень много книг написано. Там, где он подтверждает истинность Писания. Это один момент, который я хотел бы вам, чтобы вы сделали. Дальше. Смотрите, по поводу книг. Значит, что такое Библия? Библия – это собрание книг. Это не одна книга, чтобы мы понимали. Библия – это собрание книг разных авторов. Там 66 книг всего находятся в самой Библии. Библия – это как библиотека. Библия – это библиотека книг. Называется Библия. И там собраны 66 книг. В Ветхом Завете и в Новом Завете. В Старом Завете и в Новом Завете. Это одна книга из сборника. Есть так называемый канон, который признан христианской церковью на Вселенских Соборах верующими людьми за богодухновенность. То есть, есть канон в Писании. Вот та Библия, которую мы сейчас имеем, держим в руках. Она является богодухновенной. Их признали на Вселенских Соборах, христианскими церквями, верующими людьми. Вот они считаются богодухновенными книгами. Что такое богодухновенными? Это значит, что вдохновителем к написанию этих книг был сам Бог. Он говорит, как вы можете знать, что это слово Божие, что это бог, если это не бог писал? Ну, конечно же, это не бог писал. Как вы представляете, бог возьмет рукой и начнет писать на бумаге. Или как вы представляете? Конечно же, люди, которые были наполнены Духом Святым, которые были движимы Духом Святым, которые были вдохновлены самим богом, они писали все это. Поэтому это сам бог. Поэтому мы говорим, что это слово Божие. Конечно же, эти книги были написаны людьми. но они были вдохновлены самим Богом, поэтому называются богодухновенными. Есть такое понятие, как апокрифы. Апокрифы — это книги сомнительного содержания, которые не вошли в канон Писания. То есть есть канон Библии, 66 книг, а есть еще апокрифы, книги, которые можно читать, в принципе. Их там много книг, интересных книг, я, кстати, читал некоторые из них, но они не признаны за канон, за богодухновенные, поэтому вы можете читать и их. Но для начала хотя бы прочтите Библию от корки до корки, изучите. Только читайте ее не просто как историческую или какую-то художественную литературу, а читайте молитвенно. «Господь, открой мне, что ты хочешь мне сказать через это Писание?» Потому что это Божье Слово, это сам Бог через людей написал, понимаете, сам Бог. И этому есть многие подтверждения, многие пророчества исполнились, как это объяснить. Даже в Иисусе Христе многие пророчества исполнились. Так что, друзья, Библия – это Слово Божие, это богодухновенный источник. Это единственная книга, через которую сам Бог говорит с нами. Не сомневайтесь, верьте, что это так и есть. И доказательства нас еще ждут впереди. Итак, еще один момент, чтобы мы понимали. Это пока я просто так общий обзор делаю, чтобы мы понимали, что такое Библия вообще. Также мы должны понимать, что книги, которые написаны в Библии, в этом сборнике, они совершенно разных авторов. Совершенно разных авторов. Это не писал один и тот же человек, это разные авторы. Но говорили они об одном и том же, что говорит тоже об истинности написания. А в них, в этих книгах написана правда. Как мы можем знать? Почему? Потому что авторы, например, не скрывают истину, даже если она плохая. Вот, например, если бы вы хотели написать что-то, придумать, то, как правило, мы пишем и что-то скрываем. Например, если мы хотим показать героя, героя фильма или героя какой-то сказки, мы, как правило, его показываем с хорошей стороны. Все плохие стороны мы или опускаем, не пишем о них, или же просто не упоминаем. Ну, вообще. То есть, он был хороший, он был герой. Так вот, я вам скажу, что многие герои Ветхого Завета, герои веры, они даже были показаны с плохой стороны. То есть, о них написана вся правда. Не только хорошая сторона, но и плохая сторона. Это тоже подтверждает истинность Писания. Например, мы знаем о Давиде, что у него было прелюбодеяние, и он убил человека. Он убил человека. И об этом четко говорит Писание, не скрывая. Хотя Давид был муж по сердцу Божьему. Он написал много псалмов. Он очень любил Господа. Но у него был такой грех в жизни один раз. У него было прелюбодеяние, у него был грех человека-убийства. Он убил человека. И что? И об этом написано в Писании. Понимаете? Если бы хотели приукрасить, об этом бы не упомянули. Но об этом написали. Моисей, если вы не знали, я вам скажу, он не хотел спасать свой народ изначально, когда Бог к нему обратился. Он начал отказываться. Он начал отговаривать Бога. Бог к нему обратился и говорит, нужно, чтобы ты вывел народ мой. Он говорит, я косноязычный, я плохо говорю. Я не лидер. Я не могу этого сделать. Это не мое. Это не то. Но Бог его избрал, и Он его видел как лидером народа Израилева. Поэтому вот так вот. И Моисей, кстати, за то, что он не послушался Бога несколько раз, Моисей не вошел в землю обетованную. И это тоже правда. И написана в Библии вся правда. Например, Петр трёкся от Христа три раза. Вы знаете об этом. Если бы хотели Петра показать хорошим таким героям, апостолам, то упустили бы этот момент. Зачем? Если бы это действительно была придумка-выдумка. Нет. В Писании чётко и ясно говорится правда, и говорится вся правда. И это тоже мы можем доверять Писанию, то, что так есть. Таким образом, то, что Библия много разрушает, раз переводилась, никак не искажает её текст, потому что переводы делаются с оригинальных языков, а не с других переводов. Библия – это очень древняя книга. И до того времени, как в 1440 году был изобретён печатный станок, она переписывалась от руки. Конечно, монахи и писцы переписывали текст Библии очень скрупулёзно. Иудейские писцы, к примеру, использовали специальную систему проверки созданных ими копий, при которой они считали точное количество букв и слов каждой переписываемой ими книги, чтобы не допустить ни единой ошибки или искажений в Библии. Однако в течение такого длительного времени, который исчисляется многими веками, в переписанные тексты всё же закрадывались иногда ошибки. И это можно теперь заметить, изучая найденные археологами рукописи. Друзья, самое главное доказательство истинности Писания – это то, что в 1947 году нашли свитки Мёртвого моря. Нашли. Это так называемые кумранские тексты, кумранские свитки. Нашли в области Иудейской пустыни на Массаде. Это всё в Израиле. Друзья, это самое главное доказательство. Я оставляю интригу. Немножечко сейчас вам об этом расскажу, но вы сами можете поизучать это. Это доказывает истинность Писания. То есть, поизучайте, пожалуйста, что такое свитки Мёртвого моря или кумранские свитки. Не поленитесь, поизучайте, пожалуйста, друзья. Их нашли свитки в 1947 году, которые были древними свитками. Их взяли, нашли, соединили. В основном это свитки Ветхого Завета. Их соединили с тем, что уже было написано в Писании. И соответствие было. Соответствие было налицо. Поэтому, если бы там было явное заблуждение или явные ошибки, то, скорее всего, об этом бы упомянули и сказали. О, уже бы была сенсация. Значит, всё, что написано в Библии, неправда. А вот, на самом деле, мы правду нашли. Друзья, это не так давно было, в 1947 году. И это подтверждает истинность Писания. Так же, как и в этих свитках, так же, как и в тех свитках старых, из которых копировали и переводили, и переписывали Библию, Писы. Истина. И там, и там. Потому что много было Писов, много было переписчиков, много было тех, кто переводили тексты. Поэтому это целая мировая история. Это люди со всего мира занимались этим. Это учёные, археологи, которые вот этим занимались. Писы, которые ещё с первого века, ещё со времён Иисуса Христа, переписывали чётко вот это вот писание, тексты Писания. Так что не сомневайтесь, друзья, не сомневайтесь. Это всё очень серьёзно и это всё истина. Кумранские свитки написаны в основном на древнееврейском, частично на арамейском. Встречаются фрагменты греческих переводов библейских текстов. Кумранские рукописи или свитки Мёртвого моря – это манускрипты, которые были обнаружены впервые в 1947 году в пещерах Кумрана и в других пещерах Иудейской пустыни и на Массаде. Священное Писание – это экземпляры книг, входящих в Еврейскую Библию. Среди свитков Мёртвого моря были обнаружены все книги Еврейской Библии, кроме книги Эсфирь. Это древнейшие из дошедших до нас библейских текстов. Ниже перечислены наиболее представленные книги Библии, апокрифы среди свитков Мёртвого моря по количеству найденных переводимых фрагментов. Давайте их перечислим. Псалмы – количество находок 39. Книга Второзакония – количество находок 33. Книга Еноха – количество находок 25. Книга Бытия – количество находок 24. Книга Пророка Исаии – количество находок 22. Книга Юбилеев – количество находок 21. книга Исхода, количество находок 18, книга Левит, количество находок 17, книга Чисел, количество находок 11. Две из них, книга Еноха и книга Юбилеев, являются апокрафическими книгами. Это переводы библейских текстов на армейские и греческие языки. Однако откуда ученые знают, что в той или иной рукописи есть ошибки или искажения? Это можно легко увидеть, сравнивая ее с большинством других рукописей и особенно с более ранними рукописями. Поэтому те ошибки, которые вкрались в переписываемый текст в течение столетий, легко устраняются современной наукой, и они не влияют на текст Библии, который мы пользуемся сейчас. Друзья, говоря об ошибках, ошибки действительно могут быть, ошибки, но ошибки какого рода? Например, знаки припинания, да, или там слово не то написали, или букву не ту прописали, понимаете? Ошибки вот такого рода. Нету ошибок, чтобы там, знаете, целые тексты были вырваны, или целые тексты искажены. Нет, все в основе своей истина донесена. То, что там какие-то ошибки вот такие мелкие, это не влияет на основную суть Писания, правда? Современный текст Библии основан прежде всего на самых ранних рукописей, очень близких к первоисточнику. К примеру, полный текст Нового Завета представлен в рукописи 350 года, известной под названием Синайский кодекс. Кроме того, ученые располагают рукописями почти всех книг Нового Завета, которые датируются еще более ранними временами 130-200 год. Наиболее известный из этих рукописей это Бодмер Папири 200 года, хранящийся в Женевской библиотеке Бодмера. Также Честер Битти Папири 200 года, находящийся сейчас в библиотеке Дублина и Папирус Риленс, являющийся самым ранним отрывком из книги Нового Завета Евангелия от Иоанна, который хранится в библиотеке Университета Райланда в Манчестере. Изначально оригинал Евангелия от Иоанна был написан в 90-100 годах, поэтому мы имеем рукопись, которая датируется всего лишь 40 годами позже. Также и ранние рукописи почти всех остальных книг Нового Завета очень близки к первоисточнику. Они датируются всего лишь 50-м и 150-ми годами позже. Изначально книги Нового Завета были написаны между 50-м годом и 100-м годами нашей эры. Кроме того, ученые имеют в своем распоряжении огромное количество рукописей Нового Завета, которые датируются более поздним временем. Их количество превышает 5600 древнегреческих рукописей, содержащих полный или частичный текст Нового Завета. Таким образом, мы можем быть уверены в том, что современный текст Библии не искажен и вполне соответствует ее изначальному оригиналу. Это подтверждается сотнями ранних библейских рукописей, которые были написаны всего лишь 50-м и 250-м годом после оригинала и десятками тысяч других более поздних копий. Итак, друзья, как видим, что ученые и историки со всего мира изучали эти древние рукописи и сравнивали их с оригинальными манускриптами. Вот эти рукописи Мертвого моря, кумранские рукописи, которые нашли в 1947 году. Ошибки, как я говорил, если и есть, то они очень незначительные, они не влияют на общий смысл всех этих манускриптов, всех этих рукописей. Вот и все, друзья. Надеюсь, я дал вам исчерпывающий ответ для того, чтобы вы общались со своими друзьями неверующими. Так что передавайте им привет своим друзьям неверующим и передайте вот эту информацию, которую я вам, в принципе, сказал. Я ничего не сказал нового, такого сногсшибательного. Это то, что, в принципе, это историческая справка просто. Это то, что случилось и то, что было для подтверждения того, что Писание, Библия, в том варианте, в котором она сейчас у нас есть, это истина, прописная истина. Люди, как правило, которые утверждают, что Библия не истина, они малограмотные, они не изучали историю, они не копались. Им лишь бы вот это сказать, знаете, вот им не хочется принимать, что это истина, им не хочется верить в Иисуса Христа. Они начинают рассказывать, что это ложь, что это неправда, что это там Библия переписана, что там достаточно просто сесть и глубоко поизучать. Но они ведь этого не делают. И люди, которые так утверждают, это просто, ну, стыдно об этом говорить, но это люди, которые просто говорят от незнания, от незнания предмета, от того, что они сами не изучали этот вопрос, они глубоко не копали. Им лишь бы ляпнуть языком, сказать, а, Библия переписана, там всё неправда. Они не изучали этот вопрос. Поизучайте. Если бы они глубоко изучали, у них бы рот закрылся на замок. Потому что историческая справка, то, что мы вам сегодня сказали, то, что я вам сегодня сказал, говорит о том, что это всё истина. Сравнивались все минускрипты, сравнивались все места из Писания. Это очень скрупулёзное дело, друзья. Даже те, кто переписывали, те, кто переводили, они слово в слово, я же вам говорил, что они считали каждое слово, чтобы, в общем, каждая буквочка совпадала при переписке, чтобы не было упущено ничего. Друзья, мы живём в век информации, поэтому стыдно на сегодняшний день задавать подобные вопросы. И стыдно не знать того предмета, о котором мы вам сейчас рассказали. Но, тем не менее, спасибо за ваш вопрос. Я надеюсь, я дал исчерпывающий ответ. Будьте благословенны, пусть вас Бог хранит. До следующей встречи. В следующий раз, если Бог даст, ничего не изменится, мы поговорим о 144 тысячах. То, что в Библии говорится, кто это такие. И приоткроем занавес Писания, что Писание об этом говорит. Всё, друзья, до следующей встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова